Привет-привет! Меня зовут Влада Казачища и сегодня тебе покажу свой вариант осеннего макияжа. И начнем мы с тонального крема. Я использую NYX Total Control в оттенке Neutral, наношу пару капель на лицо и тщательно их размазываю по всему лицу. Не переживай, все средства, которые я здесь использую, я укажу в комментариях для твоего удобства. Дальше я беру консилер от Maybelline и выделяю те участки своего лица, которые я бы хотела высветлить. Также это все растушевываю. Если ты немного переборщила с количеством нанесенного средства, как я, не переживай, с помощью спонжа можно убрать все лишнее. Теперь я беру консилер темного цвета, чтобы почекнуть скулы и визуально сузить нос. На самом деле делаю такое довольно редко, тем более кремовыми средствами, чаще это делаю сухими. После кремовых средств очень часто остаются блики там, где их не должно быть, например, под глазами или на лбу. Чтобы их скрыть, достаточно всего лишь использовать бесцветную пудру, а лучше ту, которая с матовым финишем. Дальше я беру свою самую любимую палетку, палетку хайлайтеров и прорабатываю и те зоны, где был нанесен светлый консилер, чтобы добавить красивого блеска. Теперь точно так же бронзер на места темного консилера. В этом видео я решила попробовать новую пудру от MAC, но она оказалась слишком темной для меня, так что я решила ее использовать как переходной этап между бронзером и румянами. Используя румяну, я решила взять сразу два цвета, сейчас так делать модно. Наношу я их на яблочки, то место на щеках, которое появляется, когда я улыбаюсь. Для бровей я использую карандаш от NYX 3 в 1, это мой абсолютный фаворит, хоть использую я только две его части. Сначала прокрашиваю карандашом верхнюю и нижнюю линию брови. Затем растушевываю все, что посредине. Гелем для бровей, который идет в комплекте, я не пользуюсь, потому что мне он кажется сильно темным. Если ты переборщила с цветом бровей, можешь взять чистую кисть для бровей и растушевать до нужного тебе цвета. Переходим к глазам. Берем праймер для того, чтобы тени в течение дня не скатывались и оставались такими же яркими. Ну а теперь и сами тени. Бесспорно, это моя самая любимая палетка. Для начала беру самый светлый оттенок и наношу его на все веко, аж до брови. Затем наношу светло-коричневый цвет только на подвижное веко. Прием со скотчем под глазами используют очень многие бьюти-блогеры для того, чтобы самый темный цвет не осыпался на лицо. И чтобы была видна красивая грань нанесенных теней. Теперь главное ровно наклеить. Беру темно-коричневый цвет и затемняю уголок глаза, визуально вытягивая глаз. Цвета я пыталась специально подобрать в осенних мотивах коричневый, золотистый и бордовый. Беру мерцающий бронзовый цвет и наношу его на середину века, чтобы глаз казался более объемным. А также немножко наношу в уголок глаза. Мне всегда очень нравился этот прием. Такс, теперь стрелки. Больше всего я люблю рисовать стрелки маркером. И мой самый любимый это NYX Epic Ink Line. Я прорисовываю сначала стрелку по всему веку, веду ее немножко наверх и потом уже прорисовываю все то, что осталось внизу. К сожалению, я очень плохо приклеила этот скотч, поэтому он мне очень сильно мешал в моей работе, особенно при нарисовании стрелок. Но после того, как я его сняла, я смогу подправить это все обычной ватной палочкой, вытянув стрелку немножко вперед, а затем закрасив то, что я вытянула, обратно же тенями. Нижние века я тоже прокрашиваю самым темным оттенком своих использованных теней, чтобы глаз казался куда более выразительным. Корректор от MAC куда более твердый в своей текстуре, чем корректор от Maybelline, что помогает мне вытереть все недостатки и проработать свою стрелку так, чтобы она выглядела максимально идеально. После этого я беру блестящие тени золотистого цвета и прокрашиваю под ресничным рядом также уголок глаза. По желанию, ярким цветом теней, которые мы прокрашивали под глазом, можно пройтись также по нижней слизистой, для того, чтобы макияж казался еще более ярким. Для завершения макияжа глаз, конечно же, я использую тушь и моя самая любимая это Maybelline Big Shot. Она реально увеличивает ресницы, прокрашивает их отлично и крашу я их обычно промаргиваю, это помогает прокрасить полностью ресницу с верхней и нижней стороны. Если реснички слиплись, во время нанесения туши можно взять обычную маленькую кисточку и немножко пройтись ее на этом месте и все будет отлично. Также я прокрашиваю нижние ресницы, для того, чтобы глаз был еще более контрастным. При нанесении помады я предпочитаю для начала пройтись карандашом для губ, пройтись по контуру, для того, чтобы помадой не вылезти куда-то за пределы. Этот карандаш Julia я нашла на каком-то китайском сайте в свое время за 40 гривен. Он не сильно качественный тем, что он очень сильно ломается, но тем не менее цвет очень подходящий, а цена тем более позволительная, так что почему бы не попробовать. Так что если у тебя есть карандаш подходящий по цвету, как твоя помада, то сначала лучше используй карандаш и затем уже заполняй пространство помадой. Это мой совет. В данном случае я использую помаду от L'Oreal Color Rich Matte. Мне она очень нравится своей матовой текстурой, я их уже как-то анализировала в одном своем видео, когда рассматривала все помады из этой серии. Так что если тебе интересно, можешь посмотреть. Видео оставлю тоже в описании. Для того, чтобы подчеркнуть макияж своих губ и вытереть все, что нам не нужно, я также использую корректор от MAC и провожу просто по контуру за губами. Как сверху, так и снизу. И это выглядит реально очень красиво. Ну вот и все, что у меня получилось. Я надеюсь тебе понравился мой вариант из синего макияжа. Если это так, то ставь свой палец вверх. Подписывайся на мой канал, я постараюсь делать как можно чаще свои туториалов. Еще раз большое тебе спасибо. Пока-пока.